Россия, как и все страны мира, обладает рядом правил и стандартов в строительстве, которые регулируют процессы проектирования на федеральном уровне. Правила и документы во всем мире являются практически идентичными по своей форме, а вот их содержание во многом сильно отличается. Понятно, что не все западные технологии применимы для строительства на территории Российской Федерации. Необходимо учитывать климатические условия, привычки и географические особенности. К примеру, стандарты строительства на юге Испании вряд ли подойдут для проектов на территории полуострова Камчатка. Большая летняя терраса с видом на Охотское море или шикарный бассейн во дворе вряд ли порадуют жителей полуострова. Кроме того, в России в зимнее время толщина снега может достигать 3 метров, а температура за окном до 40 градусов ниже нуля. В нашем новом выпуске программы «Недвижимость в деталях» мы постараемся разобраться, что же такое европейское строительство в России и какие западные тенденции актуальны для отечественной застройки. Здравствуйте! Это программа «Недвижимость в деталях» и я, ее ведущая, Алена Калистова. Сегодня мы решили поговорить о европейском жилье в России и пришли в гости к руководителю бизнес-сегмента «Жилищное строительство России» концерна «Юитт» Тээму Хэлп-Палайнену. Здравствуйте, Тээму! Здравствуйте! Здравствуйте! Тээму Хэлп-Палайнен родился в 1962 году в Финляндии, магистр экономических наук. С 1988 года работал в сфере строительства на территориях бывшего СССР, Финляндии, Германии, Швейцарии, Австрии, Украины и России. С 2008 по 2009 год являлся руководителем группы подразделений «Юитт Московская область». С 2009 и до 2013 года занимался международными услугами «Юитт» по строительству на должности руководителя группы подразделений по Москве и регионам России. С 2013 года является руководителем бизнес-сегмента «Жилищное строительство России», член руководящей группы «Юитт». А если говорить о современном качественном европейском жилье, то на ваш взгляд, какое оно? Может быть, какие-то вы можете привести примеры ваших проектов жилищных в Финляндии, как образец современного европейского качества? Клавный аксент у нас цикдан на клиент, то есть когда мы начинаем проектированное новое проекто, мы цикдан думаем сто клиентов, клиентов в какой квартире ему удобно жить. Это главный подход. Ну, конечно, европейский стиль, европейская качество, это не только строительный материал, это высокая качество строительства. Потому что с хорошими материалами можно тоже строить плохой дом. Поэтому у нас качество строительства – это самое важное. Архитектура, современная архитектура – это тоже очень важное. Функциональная, иногда скандинавская архитектура. Ну вот, а если говорить о каких-то инновационных решениях, о применяемых технологиях, есть какие-то особенности в разных странах Европы, вот в этих технологиях, которые вы применяете, например, в России, либо в других странах? Один очень важный компонент строительства или квартиры, или современных домов – это вентиляция. То есть мы очень много инвестируем на хорошее качество вентиляции. Современные материалы, большие бальконы – это одна дополнительная комната любой квартиры. Поэтому у нас есть бальконы, здесь бальконы, они по площадам и по клубям они больше, чем традициональные российские бальконы. Проект Смоли, например, красивый вид на на сабор или красивый вид на реку, мы очень внимательно выбираем всегда решение, что кажется, это окна. Наши бальконы, они по клубине больше, чем традициональные, традициональные российские решения. Хорошие, большие бальконы мы принимали из Финляндии, из Европы. Из недавно запущенных проектов – это Фьорд, Инкери, какие-то еще, может быть, в других регионах какие-то еще запустились? Да, это очень хороший вопрос, что мы получили новый проект в Московской области, в городе Ногинске. Почему этот проект был нам важен, потому что мы в этом проекте первым раз используем новых современных домов, которые мы разработали. Я могу сказать, что мы начали новые проекты в Ростове, в Казани, в Екатеринбурге. Было очень много стартапов последний-последний год. А что еще раз про этот дом в Ногинске? В чем его особенность? Потребности клиентов меняются. И сейчас клиенты хотят больше и больше купить маленьких эффективных квартир. Что такое эффективная квартира? Я ставлю вам пример. Традициональная двухкомнатная квартира с отдельной кухней. Обычно это 60, даже больше чем 60 квадринметров. Но сейчас можно проектировать современную квартиру, двухкомнатную квартиру, где только, например, 48 квадринметров. И если мы очень умно проектируем, я могу гарантировать, что такая современная планировка – это гораздо умнее и лучше для клиентов, чем старая планировка, где очень много ненужных квадринметров. Ну, то есть, если мы говорим о том, что есть ли возможность у российского потребителя приобрести жилье европейского уровня и европейского качества, то как раз, наверное, вот, например, приведенный пример является таким жильем. Да, это действительно так. Но, конечно, планировка – это только один компонент. Второй – это современные материалы, современная вентиляция, современное окно и так далее. А в чем еще выражается этот европейский подход? Ведь не только в умном использовании метров. Один такой специальный компонент, который мы часто добавим в нашу квартиру здесь в Питере, это финский язык. Сегодня люди больше и больше покупают велосипеды, например, и возникает вопрос, где хранить велосипеды. В наших проектах там есть специальные помещения для хранения велосипедов, кладовки – это тоже такой момент, который часто нужен. Но все-таки все ли финские инновационные какие-то решения могут быть применимы, когда мы говорим о российском жилье? Какие особенности все-таки финских решений вы используете, а какие все-таки чисто российские, может быть? Ну, сегодня разница между российской квартирой и европейской квартирой уже не такая большая, как было еще 10-15 лет назад. В Кастинской стране есть свои особенности. Например, в Финляндии мы всегда даем квартиры под ключ. То есть там все оборудование, мебели, кухня, мебели, скафи и так далее. И ЮИ была самая первая компания в Санкт-Петербург, которая начала прилагать квартиры с полной отделкой. И не все квартиры, если клиент так хочет, мы прилагаем полную отделку, но доля квартиры с полной отделкой увеличивается каждый год. Тему, а сейчас давайте посмотрим небольшой сюжет нашей рубрики «Лайв», в котором мы рассмотрим типичные особенности новостроек в Европе. Что такое европейское качество? В каком виде покупатели получают свежие апартаменты? И, наконец, чем планировки европейского жилья отличаются от наших? За ответами на эти вопросы программа «Недвижимость в деталях» обратилась к нашим друзьям – компании «Приан.ру». даже в весьма цивилизованных, элитных, скажем так, зарубежных странах. Дома, которые были построены 30, 40, 50 лет назад, очень часто находятся в плачевном состоянии не потому, что они были плохо построены, а просто потому, что за это время строительная индустрия ушла вперед. Их качество, я уж не говорю про их техническое наполнение, про их начинку, это относится к недвижимости прошлого века, 70-х годов. Чудес здесь не бывает. Именно поэтому очень многие, в первую очередь, те же финны, те же чехи, те же прибалты с возможностями, выбирают у себя на родине дома новые. Не потому, что не доверяют старым строителям, а просто потому, что время старых домов ушло. Европейское качество жилья – это целый комплекс материалов, услуг и, как следствие, удобств. Вам предложат не только продуманное обустройство территории с велодорожками и места общего пользования, адаптированные для жителей с ограниченными возможностями. Положительной стороной современных европейских технологий является оснащение принудительной вытяжной системой, где приток свежего воздуха осуществляют через клапаны микропроветривания в окнах, через балконы и лоджии, а также продуманная система энергосбережения, которая впоследствии позволяет сохранить большое количество денежных средств. В Европе, особенно в цивилизованной ее части, энергосбережение – это не просто фетиш, это необходимость. И дома строятся с учетом энергосберегающих технологий, потому что, во-первых, это дешевле для строителя, во-вторых, это дешевле для будущего жильца. Да, может быть, изначально он за жилье заплатил чуть больше, но очень быстро выяснится, что коммунальные платежи, расходы на электроэнергию – они ниже, и это важно. Ну, и, в общем, это удобно. Опять же, подчеркну, мы здесь не очень к этому привыкли, это не является таким безусловным стандартом. В Европе на это обращают внимание, и новое жилье там строят именно так. В Чехии, странах Прибалтики, Финляндии и в основной части Центральной Европы не принято продавать квартиры в новостройках с черновой отделкой. Как правило, объект переходит к собственнику почти в готовом виде. На полу плитка, ламинат или паркет, стены выровнены и окрашены, установлены межкомнатные двери и встроенные шкафы. Кухня и ванная часто полностью оборудованы. Многие застройщики дают покупателям возможность выбора отделочных материалов. Очень часто в современном жиле европейского качества можно встретить просторные балконы или террасы. Обязательный элемент инфраструктуры новостроек – паркинг. Что сегодня представляет собой концерн «Юит», в каких странах он работает, и каковы основные направления деятельности? «Юит» – это, как известно, финская публичная компания. Наша акция котируется в бирсе «Гельсинки». У компании уже более 100 лет. Компания основана в городе «Гельсинки» в 1912 году. И уже тогда одно из главных направлений было строительство в Санкт-Петербурге. Мы строим сейчас в семи европейских странах – в Финляндии, в Брибалтике, в России, в Чехии, в Словакии и в Больше. У нас годовая «Вируска» – это примерно 1,7 миллиардов евро, и у нас более 5000 сотрудников. Здесь, в России, и в Питере мы строим сегодня жилье. И здесь, под Питера, есть тоже такой проект «Индустриальный парк Green State», который мы тоже строим. Но основной бизнес в России – это строительство жилья. Финляндии, которые мы строим, мы строим в Сио. Например, дороги. Наши клиентские спиторы могут ездить в Хельсинки. Наши дороги, которые живут прямо сейчас строит от Финско-гранитси. И если кто-то хочет ездить на Анна Пуэсте, в Хельсинке, мы будем строить большого проекта «Трипла». Несколько примеров, что мы делаем в Финляндии. Но здесь, в России и в Питере, мы строим жилье. Ну да, я так понимаю, что вы всегда стараетесь ваши проекты как-то вписывать еще в окружающую среду в плане архитектурных решений, чтобы они не смотрелись инородным каким-то телом. Да. И, в принципе, в этом аспекте Санкт-Петербург – уникальный город, не только в России, но и в Европе. Потому что, когда мы строим историческую историю, здесь очень красивые архитектурные решения, нам нельзя забывать это. И поэтому, когда проектируем проекти в Питере, мы очень внимательно изучаем, что там вокруг, чтобы после 50 лет наши дома не было слишком много от других дома, которые там рядом. Мы очень уважаем строгий контроль, что касается архитектурных решений в городе в Санкт-Петербург. А каким образом сейчас в целом развивается деятельность ЮИТ в России? Насколько значителен масштаб бизнеса? В каких регионах, кроме Петербурга, может быть, вы работаете? Здесь в России мы работаем уже скоро 55 лет. Мы сделали наш первый проект в России в 61-м году. Это было строительство автодороги на Кольском полуострове. Сегодня, кроме Санкт-Петербурга, работаем в Москве, в Московской области, в Казани, в Екатеринбурге, в Тюмени и в Ростове. Прямо сейчас мы не планируем увеличивать объем строительства. Но мы хотим продолжать с этими объемами, которые у нас сейчас. Мы планируем новые стартапы еще в этом году, тоже в Санкт-Петербурге, как и в других городах России. Но экономический кризис как-то в целом повлиял на финансовую устойчивость ЮИТ? В частности, на финансирование российских проектов и, может быть, в принципе, на компанию? Если мы не смотрим на наши проекты, они по объему, по мнению, чем у наших конкурентов. И обычно мы не национально строим национально, огромный комплекс. Мы расширяем наши проекты на таких маленьких, маленьких. И поэтому мы можем постоянно начинать новые проекты. И клиентам не надо бояться, чтобы они не получают свои квартиры. Рисовая ситуация, которую у нас сегодня я живу, это не кризис. Но это труднее время, которое национально два года назад. Мы повторили решение, которое мы уже однажды принимали во время кризиса, и, конечно, 8-9 года, и решение было, что мы не закроем наши компании в России. Мы спокойно продажем строить везде, где мы работаем. Наса вируска и брибль в евро упал, но понятна, что было довольно большая девальвация рубля. Сейчас клиенты не так активно покупают квартиры, чем три года назад. И поэтому, конечно, рентабельность в прошлом году у ЮИТ упала. Но мы прибыльная компания. Мы финансируем наши проекты сами. То есть финансирование все в порядке. То есть таким образом ситуация для нас нормальная. То есть ЮИТ не собирается отказываться от каких-то проектов или замораживать? Или, наоборот, планирует увеличивать даже деятельность, расширять? Замораживание проектов – это не тема ЮИТ. Мы никогда не замораживали наши проекты. Если мы начали строить тоже во время любого кризиса по графике, то клиенты могут быть уверены, что они получают свои ключи и квартиры. А что касается ценовой политики ЮИТ в России, изменится ли она? Или цены для конечного потребителя останутся примерно на том же уровне, что и сейчас? Да, политика ЮИТ всегда, то наши цены, они стабильные, без резких колебаний. В последние два года мы постоянно слышим вопрос, цены будут изменяться вниз. Но мы думаем, что цены не будут меняться в будущем. А расскажите, пожалуйста, о подходе ЮИТ при выборе архитекторов. Я знаю, что вы сотрудничаете с какими-то интересными, известными зарубежными архитекторами. Ведь это очень важно, особенно учитывая архитектуру Петербурга и гармоничное отношение ваших проектов с остальными городскими зданиями. Это моя любимая тема. Мне надо чуть-чуть рассказать про историю сейчас. То есть можно сказать, что с проектом «Смолны» ЮИТ в историческом центре Санкт-Петербурга. Это не первый проект, который мы сделаем в центре города. Первый проект был уже скоро 30 лет назад, это был реставрация гостинца «Астурия». Когда мы получили цадасса строительный элитный проект «Смолны», мы знали, что нам нужен очень хорошие партнеры. Поэтому мы выбирали как архитектор, известный испанский архитектор, Рикардо Бофил, которые сделали очень хороший проект для нас. Мы очень тесно работали вместе. И этот проект в неоклассическом стиле, мне кажется, что это очень хорошая виситка даже города. Ну что же, в таком случае я хотела бы поблагодарить вас за очень интересную содержательную беседу и пожелать процветания компании ЮИТ, потому что действительно очень качественное жилье. И даже я бы поняла для себя, что если бы я сейчас покупала квартиру, я бы, наверное, обратилась в ЮИТ. Спасибо. Нам было очень интересно и хорошо работать уже 55 лет. И в этом году начинается второй 55-летний период здесь в России. Спасибо вам. Ну что ж, сегодня мы ответили на вопрос, есть ли жилье европейского уровня в России на примере крупнейшего финского концерна ЮИТ. Это была программа «Недвижимость в деталях» и ее ведущая Алена Калистова. Подписывайтесь на наш канал в Ютуб и следите за новостями на сайте bn.ru. До встречи!